так воспользуемся самоцветом пузырьки пока приберегем у нас всего их два осталось и может теперь походить позажигать огни сделать эту локацию более приятной так главное не упасть нафиг надо опустить этот мост и не забыть забрать этот предмет на крыше факелов у нас достаточно на целый час хватит ночь твоя добавь огня я уже здесь всех перебил и как раз для этих тварей я факелок то и привез утиготана под угрозой ну ладно у нас есть порошок вот для таких целей он и нужен да утиготана очень быстро ломается подарил нам тяжелые сапоги здесь у нас большая душа мертвеца и силовая волна заклинания они убегают до поры до времени но стоит их зажать в угол и они перестанут бояться огня и будут атаковать еще одни тяжелые сапоги да я помню этот прикол да вот когда они вот так машут руками это значит что факел мне уже не поможет самая опасность в том то что они очень быстро накладывают кровотечение так ну и докуда вы за мной будете бежать сразу против двоих это очень опасно вот как раз уже кровопотеря у меня случилось рваная тканая куртка все таки вот этот беретик он дает неплохой процент дропу вещей сцепиться все подряд с них здесь один нет вас тут еще двое или трое да и не даже можно провести бэкстеп еще одни тяжелые сапоги хорошо что те вещи которые валяются у меня в инвентаре не весят ничего оу 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 да что ж такое то меня зажало мне реально зажало я не могу атаковать и выйти тоже не мог кое-как выбрался здесь никого нет еще один остался сначала проверить обстановку перед тем как открывать эти ящики то от этих твари можно все ожидать а ну да не одно так другое серебряный талисман и двуручный меч так очень много предметов набрал давайте почитаем серебряный талисман небольшой талисман магии имитации используйте его чтобы слиться с окружением с помощью этого талисмана можно спрятаться от захватчиков это примитивная маскировка но иногда ее бывает достаточно да чтобы слиться с интерьером используйте этот талисман двуручный меч прямой меч с очень длинным клинком один из немногих великих двуручных мечей никто не знал что мечом такой разрушительной силы будет пользоваться человек рукояти меча касались лишь прославленные воины потому что сражаться им под силу немногим и давайте посмотрим что там такой за двуручный меч вот такая вот огромная махина чем-то напоминает меч клауда из final fantasy 7 базовый урон аж 200 силовая волна чудо развившиеся из заклинания силы отбрасывает врагов ударной волной истории известно немало примеров чудес и заклинаний имитирующих друг друга отличить оригинал от имитации почти невозможно да и так ли это важно рваная тканная куртка любимая мантия пиромантов на вид рванье но эта ткань укреплена пиромантией магия это не игрушки это искусство позволяющее простым смертным взглянуть на тайны бытия что самое интересное что этот сет выпадает из сталкеров вот этих вот жутких тварей которые боятся огня либо это какие-то бывшие пироманты которые трансформируются вот таких вот тварей либо они просто так ненавидят огонь что любят жрать пиромантов и соответственно из них потом выпадает этот сет а зачем я потушил факел ё-моё случайно нажал вот это я зря сделал блин придется возвращаться обратно факел нам еще пригодится потом у нас появится возможность зажигать факел в любом месте но пока такой возможности у меня нет неужели он нас не видит ну да конечно же самый последний момент он повернулся когда я может там факел чуть в одно место не вставил слышу шаги да конечно минус катаны то что удары слишком размашистые в узких местах не проблематично пользоваться вот как раз если там вот вставить камень фароса внизу где вот этого черепушка то зажгется вот этот центральный фонарь и арена станет намного более освещенным самоцвет жизни косточка возвращения как бы говорят мне что пора валить отсюда но нет я думаю что валить отсюда еще рано огненная стрела и очередной сталкер мы успеем сделать удар сзади здесь еще и не один так не надо на меня кровотечение накладывать ну раз уж дают надо тратить и очередная рваная рубаха иди отсюда так вот зря я так вау здесь у нас новые твари появились похоже на каких-то ниндзя да так лука у нас нет придется пользоваться какими-то подручными средствами ну давай залази будем честно с тобой сражаться ну почти честно да локация достаточно обширная с кучей различных входов-проходов и секретов в том числе так ты что тут заблудился что ли я кстати рано спустился надо было позвонить в колокольчик для начала ну ладно пробежимся еще разок я там все равно еще не все предметы собрал так давайте заглянем в этот домик так надо быть осторожнее главное не разбить эти урны да куда ж тебе несет так чтобы разбить эти урны можно воспользоваться либо ножом либо железными стрелами и можно по звуку услышать что где-то рядом находится кристальная ящерка у меня есть несколько железных стрел можно также воспользоваться железными болтами так что-то мне показалось я аж от страху шкаф сломал метательные ножи и огненная бабочка вот как раз при помощи огненных бабочек можно зажигать факел в любом месте огненная бабочка сосуд наполненный сухими красными бабочками растерев такую бабочку можно получить огонь не зажечь факел эти бабочки содержат вещества которые возгорается при контакте с воздухом защищая их от хищников их используют как природные зажигалки но когда такие бабочки собираются в стае жди пожаров ароматная ведь было но это еще не все что здесь можно найти нам нужна бомба не знаю да блин давай 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 родимая ха 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 да что ж ты будешь делать то а кольцо солдата короля убидаем еще душа еще одна душа ладно смерть цвет жизни душа придется сюда потом возвращаться кольцо с печатью солдата увеличивает максимальный переносимый груз такие кольца дарились воинам посвятившим себя службе король Вендрику король благоволил простым солдатам полагавшимся в битве лишь на свою силу да это кольцо помогает таскать немножко больше на себе груза чтобы не превращаться в толстого неповоротливого мамонта так по моему где то здесь еще будут сталкеры парень долго соображал Гавлан привет кто ты я Гавлан 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 будет Гавлан дел Гавлан хочет душ многих душ ха 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 что ты хочешь чем хорош Гавлан это то что ему наконец-то можно продать ненужные вам предметы давайте как раз этим впервые займемся продадим один кинжал прямой меч один лишний короткий лук у нас есть тяжелых сапогов аж три штуки шлем пехотинца перчатки конечно же в общем всего понемногу глядишь как на чего ничьи наскребил можно так же кстати продать ему тресущая красного ока и тресущая синяя ока они мне в ближайшее время не особо пригодятся поэтому можно их оставить по одному для коллекции так ну вроде все ненужное барахло ему сплаял у него можно так же покупать предметы это кольцо гигантов любимое кольцо доблестного рыцаря лотиана попроще рыцарь без щита в прошлом из форосы увеличивает баланс лотиан родился крестьянином а умер генералом его настойчивость и усердие вошли в легенды большую часть своей он провел на поле боя своей жизни наверное имелось ввиду так лучше это кольцо купить сейчас потому что потом оно будет у него только дорожать и если у него по моему накупить примерно 16 тысяч душ то он вам подарит свое оружие но в данный момент я не планирую как бы тратить у него такое огромное количество душ ну допустим ядовитый мох может и пригодится но блин стоит он конечно очень дорого ну давайте все таки купим у него хотя бы 10 тысяч в общем ничего интересного больше не говорит мы его еще повстречаем конечно же это наша не последняя встреча с ним с этой стороны мы были и давайте уже соберем то что мы еще не собрали для начала где-то здесь сверху лежит вещица так или не здесь так надо еще ниже спуститься надеюсь здесь всех померли уже так вот как раз здесь большая душа не гладкий шелковистый камень ничего особенного но все же так и опять очень медленно катаюсь так здесь мы все собрали в принципе это уже все уже практически конец локации единство что потом придется все таки сюда вернуться для того чтобы убить ящерку и вот здесь как раз наш колокольчик который нужно позвонить можно было вообще сюда не подниматься выстрелить из из лука в этот колокольчик и тогда бы колокол все равно бы зазвонил а нужно нам это для того чтобы этот корабль призрак причалил к пристани так здесь мы вроде как уже всех убили так здесь мы вроде как уже всех убили так единственное что где-то здесь еще есть еще один секрет если нажать на эту стену откроется тайник наполненная бомба и большой осколок титанита ну блин тайник так себе если честно могли бы что-нибудь поинтереснее положить так а здесь у нас сталкер так ребят стоять так откуда ты упал иди сюда да не беги это будет быстро и не больно еще еще все больше не даете ничего так у нас тело валяется еще одна человеческая фигурка самоцвет очень много уже человеческих фигурок мы насобирали уже в этой локации так тяготана опять под угрозой что будешь делать давайте поставим может рапиру что ли она хоть всего плюс 3 но это же рапира два удара 8 дырек надо спустить как можно быстрее мост от греха подальше то вдруг я сдохну парень никак не хочет вылазить он висит и висит все таки осмелился да рапира даже плюс 3 просто уничтожает тут всех врагов что же тогда было бы если бы она была плюс 6 и вот как раз NPC для которого я и прокачивал свой интеллект до плюс 8 ммм 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 И давайте мы прочитаем все его вещи после того, как он уже переедет в Маджулу. Ну что ж, в принципе, можно отправляться к боссу. Единственное что? Единственное что? Осталась у нас одна ящерка. Ну ладно, за ящеркой я вернусь позже. Здесь можно призвать Лукотиэль и да, нам это нужно сделать. Пойдем разберемся с этим кораблем-призраком. Который занимается контрабандой полых. Опять шлем. Шлем у нас уже есть. Давай что-нибудь другое. О, меч! Упс. Краем глаза его заметил. Доспех. Доспех у нас уже был, а вот меча не было. Меч варангианца. Прямой меч варангианцев с гравировкой в виде черепа. Король некогда устроил облаун на пиратов, наводивших ужас на торговые корабли. Вместо того, чтобы бросить пойманных варангианцев в темницу, их отправили на каторгу, на безлюдную пристань. Королю было настолько страшно, что он начал видеть источник проклятий во всем и всех. Колдуны и волшебники подверглись страшным гонениям во время его правления. Но вот здесь уже более интересный лор у нас вырисовывается. Тюремчик. Это у нас, похоже, главный штурман был. Что у нас тут в тюрьме? Ну что, Котиэль, ты готова? Хотя тут особо не к чему готовиться. Босс так себе. Котану, наверное, ставить не будем. Хотя можно было и при помощи Котаны его задолбить. Драпиры я, конечно, сношу не так много. Ну дадим этому боссу хоть какой-то шанс. Главное, чтобы он Букотиэль не убил. Вот такие вот у нас тут сиамские близнецы. Ну, можно вообще, по идее, намазать свое оружие молниями. И тогда вообще раскрошить этого босса. Вау! Вот это я его недооценил. Котиэль, помогай! Два, три. Два, три. Ладно, подлечимся. Когда призываешь кого-то на помощь, жизнь у босса увеличивается. Но... От этого у нас это осложнение не становится. Так как он начинает отвлекаться на другого игрока. Итак, душа. Душа гибкого часового. Гибкий часовой карает грешников и не знает жалости к нежити. Использовав душу гибкого часового, можно получить... Больше лора мы узнаем не из самих душ, а из предметов, которые можно сделать из этих душ. Пирамантическое пламя и огненный шар. Наконец-то мы теперь, по идее, сможем использовать пирамантию. Пирамантическое пламя. Огненный катализатор, используемый пирамантами. Пираманты раздувают такой огонь, чтобы создать что-то из пламени. Используйте пирамантическое пламя, чтобы управлять огнем. Подготовьте пирамантию у костра. Сила пирамантии зависит от силы пирамантического пламени, которую можно поднять при помощи усиления. И огненный шар. Стандартное заклинание пирамантов поражает врагов огненным шаром. Для использования пирамантии возьмите пламя пирамантии и используйте пирамантию у костра. Пираманты раздувают. 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 И мы опять попадаем в забытую крепость Только уже можно так сказать С ее центрального входа Нечего спать на посту Очередной лифт Вообще в Dark Souls 2 очень много лифтов И здесь у нас очередной секрет Который Фрома эксплуатирует В каждой части своей игры Сабля и порошок для починки Сабля, небольшой изогнутый меч с узким лезвием Быстрые удары легкой сабли просто не дадут вашей жертве перевести дух У этого меча острое лезвие Но оно бесполезно против доспехов и толстой кожи В отличии от Фальшиона Сабля не накладывает кровотечения И также она по-моему немножечко покороче Так что Фальшион выглядит более интереснее чем обычная сабля Семь-семь откройте Забытая крепость Которая представляет из себя Огромную тюрьму для нежити Обычный плод Так, кстати я упустил по-моему один предмет Душа гордого рыцаря и лучистый самоцвет жизни Даже не один, а целых два предмета И перед тем как досконально исследовать эту локацию Давайте посетим Маджулу Роза бы так и не пришла в Маджулу И придется еще раз сходить за ней и дать ей ремня Непутевая девка Пожалуйста, прекратите это Я вернусь к Маджулу Я надеюсь Я имею в виду Его имя Кириллиан Я был fascинен с Сор Когда он сказал Но Спасибо большое Я очень счастлива за этот подарок После меня менять в это Я идти к Маджулу Не знаю где я могу найти, маджулу Но Может Маджулу Это мою лучшую шанс Если ты наконец соизволишь прийти в Маджулу То именно там ты его и найдешь Вот как раз он и сидит И наслаждается прекрасным видом Хейда О, так что вы наконец решили Знакомиться Давайте рассмотрим Нашу исследование Сорсерей 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 волшебство, это конечно же Сид из первого Дарк Соулс. Да все в порядке, только никак дорогу в Маджулу не может найти. Кварцевое кольцо у нас уже есть, кольцо чистой лазури, бывший хозяин этого кольца, Фьоренцо, единственный по-настоящему богатый торговец в Волгине, ускоряет использование заклинания. Фьоренцо тратил свои богатства на дорогие безделушки и редкие предметы, но годы излишества разорили его. Янтарную траву мы уже читали. Сумеречная трава. Серая трава, которая прячется на каменистых склонах высоких гор. Восстанавливает заряды заклинания. Многие готовы рискнуть своей жизнью, чтобы добыть эту ценную траву. И в некоторых странах ее сбор даже пришлось запретить. Фемиан простака. Фемиан источающий любопытный аромат. Чечение заклинания требует полной отдачи от мага. Но этот фемиан снижает требуемый для использования выбранного заклинания интеллект на единицу. Работает только при помощи определенного человека. Фемиан не повышает интеллект, он лишь снижает требования заклинания. Но нужного человека, у которого можно применить этот фемиан, мы пока еще не встречали. Стрелу души мы уже читали. Большая стрелы у нас тоже есть. Тяжелая стрела души. Улучшенное заклинание души выпускает смертоносную стрелу души. Но будьте осторожны, чем мощнее стрела, тем дольше читается заклинание. Большая тяжелая стрела души. Второй уровень тяжелой стрелы души. Выпускает еще больше разрушительную стрелу. Крайне действенное, но сложное заклинание. Такие стрелы подвластны лишь лучшим колдунам. Ударная волна. Ударная волна не наносит урона, но сбивает врагов с ног. Это заклинание оглушает врагов, делая их уязвимыми. Кто-то может назвать его баловством, но в умелых руках это мощный инструмент. Залп копьями души. Выпускает залп копий души. Несколько копий наносят врагу значительный урон. Это возрожденное древнее заклинание, придуманное в Мельфийской академии. Простая, но крайне эффективная идея, при должном применении, само собой. Волшебное оружие. Это заклинание магически усиливает оружие и добавляет магический урон к наносимому им урону. Бой с оружием и колдовством в корне различные вещи, и поэтому некоторые маги из Мельфийской академии очень косо смотрят на подобные заклинания, считая их нечистыми. Стремление создает подобный душе шар, который служит для отвлечения врагов, приманивая их к себе. Люди жалеют о потерянном и стремятся к тому, чего не имеют. Возможно, именно с этой иронией судьбы и связано название заклинание. Полезное, кстати, заклинание, которое может заменить красивые черепа. Кархилион, кстати, также может усилить планы пиромантии. Отдохнем возле костра и посмотрим. И роза бит так и не появилась. Ну, возможно, она паяться после того, как мы посетим какую-нибудь другую локацию. Ну, а нам нужно прокачаться. Так же мы подняли прах, при помощи которого мы можем усилить нашу флягу. Теперь она у нас имеет значение плюс один. И вы только посмотрите на это! Кто к нам пришел? Как вы можете заметить, она одета именно в то, что я ей подогнал. Не совсем красивый наряд. Но, возможно, в будущем мы найдем для нее шмот покрасивее. Все, что она продает, мы уже читали. Я наконец-то собираюсь учитывать мою ученщину. Но я решила, чтобы оставить это alone. Я хочу посмотреть, что я могу совершить самостоятельно. Мастер Кареллион и я, из Малфия, в сентябре. В земле лошадей с пиромантией. Мастер Кареллион полизал свою арту в одной из наших знаменитых академий маги. Но он говорил, что академии были плохие места для учения магии. Это очень удивляет Мастер Глоккан, мой предыдущий учитель. Мастер Кареллион говорил в этой земле. Он говорил о ременах каких-то огромных силах и о глубине обыск, который окружает их. Я пытался спросить больше, но он не мог слышать. Я никогда не буду хорошим. Я не знаю. Это был ужасный трек, по крайней мере. Я встречала最 опасных вещей. Многое времена, когда я почти умерла. Ну, ничего особенного она не говорит, разве что немножко рассказывает о Кархиллионе, то что он одержим изучением новых знаний. И, кстати, это чем-то напоминает одного из персонажей из первого ДС, если вы помните, мастера Логан. Ваша преданность Ковенанту усилилась, и вы получили ранг. Да, я уже убил одного Красного Фантома и повысился до первого уровня в Ковенанте Лазурного Пути. За это мне дали Кольцо Кровавого Укуса. Кольцо Кровавого Укуса, одно из колец укуса, прославившихся своим необычным видом, увеличивает сопротивляемость к кровотечению. Похожий и отчего-то тревожный вид этих колец намекает на то, что они имеют один источник. Кем бы ни был создавший их мастер, он хорошо знал свое дело. Я уже не помню, кто их создал, но в лоре первого Dark Souls это указывалось. Также после того, как мы привели четырех выживших в Маджулу, Солден нам должен дать сосуд души. Солден нам достаточно, что мы в этом доме. Я забыла удачу как много комфорт у маленьких кавалинских может дать. В то время я потерял все, но сейчас... Я благодарен за то, что вы учите мне. И я думаю, нам пора немножечко прокачаться. Для начала добьем наш параметр адаптивность до 25, это даст нам 100 единиц подвижности, больше нам и не нужно. Дальше этот параметр качать уже не так выгодно по соотношению цена и качество. И давайте уже наконец прокачаем жизнь и стойкость. Жизнь до 12, стойкость до 10. Посмотрим, что у нас есть в душах. Используем их тоже. У нас получилось еще 14 тысяч дополнительных душ. Нам нужны как жизнь, так и стойкость, но сделаем сначала приоритет больше на жизнь. И можно отправляться дальше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...